Добрый день, уважаемые семиклассники! Видеозанятие 33 по истории России в 16-й, конец 17-го столетия. Тема такая культура в 16-м веке, ну соответственно ее особенности и основные характеристики. В 16-м веке культура России формировалась под влиянием целого ряда факторов, которые возникли в связи с созданием единого российского государства. На развитие культуры также повлияли успехи прежде всего внешней, ну и внутренней политики. Также влияли как древнерусская культура, так и постоянные контакты со странами Европы. Особенно с теми, кто уже встал на путь преодоления средневековых основ и скрепов. Надо сказать, что с теми странами, с которыми Россия воевала, Швеция, Польша, Литва, Турция или Османская империя, Крымское ханство, те естественно и оказывали культурное влияние. То есть шел непрерывный процесс внутреннего культура обмена, несмотря на войну. А также взаимодействовали культуры с выдающимися западноевропейскими мастерами, коих россияне выписывали для развития своей архитектуры, музыки, образования, науки и так далее. Наиболее сильное влияние западноевропейских носителей культуры, это были архитекторы и инженеры. Было замечено в развитии храмовой архитектуры и в строительстве крепостей. Меньше воздействия со стороны Западной Европы испытывали изобразительное искусство и музыка, но и там все равно были заимствования. Здесь по-прежнему господствуют русские средневековые традиции, но не только. Как в искусстве в целом, так и в литературе, в общественно-политической мысли, в летописании, царило, конечно же, религиозное мировоззрение. Православие было основой духовной и повседневной культуры жизни и быта всех софтловий. В первой половине 16-го столетия особенно напряженными оказались религиозно-церковные искания и споры. Развивалась также архитектура, притом бурно. Государственными органами, которые занимались развитием архитектуры, было два приказа. Это приказ каменных дел и городовой приказ. В начале 16-го века в Москве, в Новгороде, в ряде других городов строилось немало каменных дворцов, каменных теремов, соборов. Для этого времени характерен был новый общерусский стиль, сочетавший традиции владимирского зодчества и достижения европейской, особенно итальянской, архитектуры. Ярким символом новой архитектурной тенденции стал Московский Кремль, завершение строительства которого пришлось на начало великого княжения Василия Третьего. В 1505-1508 годах итальянский архитектор Олевиз Новый Фрязин, по другому его фамилию, построил на территории Московского Кремля архангельский собор, ставший царской усыпальницей. Рядом с ним вознеслась колокольня Ивана Великого, ее возводили под руководством и по проекту итальянца Бон Фрязина, в духе отдельно стоящих итальянских башен колоколем. За колокольней открывался вид на Ивановскую площадь, на которой дьяки выкрикивали указы, отсюда пошло выражение «кричать во всю Ивановскую». На территории Кремля стали возводить дворцовые палаты и здания приказов. В начале 16-го столетия возник новый стиль русского каменного зодчества – шатровый. Долгое время среди ученых вели споры о его происхождении. Историк Забелин, это вторая половина 19-го века, считал, что шатровый стиль связан с русским деревянным зодчеством. Другие исследователи полагали, что это российское переосмысление западной готики. В 1532 году был построен первый в России памятник шатрового зодчества – храм Вознесения в подмосковском селе Коломенском. Этот храм возвели по приказу Василия III в честь рождения его сына Ивана. В одной из летописей обнаружено свидетельство, что строительством церкви Вознесения руководил итальянский архитектор Петрок Малый. Он же через несколько лет возглавил возведение стен и башен Китай-города в Москве. Величайшим памятником шатрового стиля, а по сути и вершиной древнерусского зодчества, явился собор Покрова Богородицы Нарву. Это в будущем будет названо храм Василия Блаженного. Он построен в 1555-1561 году. То есть строился примерно 6 лет. На Красной площади в честь взятия русскими войсками Казани. Покровский собор состоит из восьми разновеликих столпообразных храмов, окружающих, находящихся в центре, церковь с высоким шатром. Покровский собор отличался скромной внутренней отделкой. Его стены, к счастью, были просто побелены, а частью раскрашены под кирпич и украшены орнаментом. Понятно, что красота была по тем временам очень даже великая. Итак, Покровский собор, будущий храм Василия Блаженного, отличался скромной внутренней отделкой. Просто побелен. А снаружи это была красотища. Орнамент, раскрашивание под кирпич. Но храм не отапливался зимой. Снаружи, как мы уже отметили, Покровский собор украшен разнообразными декоративными рельефами, выполненными из кирпича. Создателем собора являлся русский зодчий барма Постник. По мнению ряда ученых, собор строили два мастера, барма и Постник. Легенда о том, что царь восхитился собором и приказал выколоть барме Постнику глаза, чтобы он нигде не смог воздвигнуть подобного храма. Конечно же, это байка. Никакого исторического обоснования такой жестоких костей нет. То есть, это свидетельство ложное. Хорошо известно, что барма Постник после собора Василия Блаженного построил еще целый ряд церквей. Например, в Смоленске их он построил несколько. Однако, Покровский собор остался вершиной его творчества. В 17 веке храм расписали снаружи разноцветными красками, и он принял свой современный вид. На севере, не затронутым монгольским нашествием, развивалось самобытное деревянное зодчество. Задание на дом. Пять, даже может быть шесть вопросов. Первый вопрос. Каковы были особенности развития русской культуры в 16 столетии? Второй вопрос. Какое влияние на развитие русской культуры оказывала русская православная церковь? Третий вопрос. Как произошло выражение «кричать во всю Ивановскую»? Четвертый вопрос. Что такое шатровый стиль? И каковы его характерные черты? Пятый вопрос. Назвать архитектурные памятники России в 16 веке, которые относятся к шатровому стилю. Ну и, наконец, шестой вопрос. Какие храмы появились в Москве при Василии III и Иване IV? Все связано, постройка каждого из них. На следующем занятии, в 34-м видеоуроке, мы продолжим темы культуры и рассмотрим тему строительства крепостей. Кремль в городах России. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok